Всем привет! Меня зовут Алексей и это официальное видео от команды CISCALP. И в сегодняшнем видео я вам покажу, как скачать, установить бесплатный терминал для трейдинга CISCALP, а также подключиться к бирже Bybit. Приступим! На официальном сайте fsrdevelop.ru в форме оставляем свой e-mail, чтобы получить письмо с дистрибутивом CISCALP и файлом лицензии. Нажимаем «Скачать бесплатно». После этого у нас откроется страница с установкой CISCALP за три шага. Изучите ее, она вам поможет. Далее переходим в наш почтовый сервис и проверяем письмо. Обратите внимание, в зависимости от вашего почтового сервиса, письмо может попасть как в входящие, так в спам, в рассылки, промо-акции и так далее. Проверьте все папки. Открываем наше письмо. Видим, что во вложениях у нас есть наш файл лицензии и само тело письма, где мы можем скачать CISCALP, также скачать лицензионный ключ. Это тот же самый файл, что у нас во вложении. Обращу ваше внимание, что дизайн письма может отличаться от того, что я вам сейчас показываю. Далее переходим в загрузки и запускаем сетап FSR Launcher. Выбираем язык установки. Принимаем условия соглашения. Выбираем путь установки и проходим стандартную процедуру установки. Устанавливаем чекбокс «Создать значок на рабочем столе» и нажимаем «Далее». После завершения установки нам будет предложено открыть справочный центр. Не игнорируем его. После установки на рабочем столе у нас появляется иконка лаунчера. Запускаем двойным кликом. У нас запустился лаунчер. Лаунчер – это единое место для запуска всех приложений. Мы можем запустить SysCALP, привод бондаря, перейти в дневник трейдера. Также связаться с поддержкой. На баннере мы видим последние новости наших продуктов. SysCALP – это терминал для активного трейдинга, он для частной торговли. Привод бондаря – это терминал для профессиональных проб трейдеров. Работает только в рамках проб трейдинговой кампании. Чтобы работать с приводом бондаря, вам необходимо устроиться в одну из проб компаний наших партнеров и получить у них уже файл лицензии. В лаунчере представлено сообщество YouTube, Telegram, Discord и т.д. Наши учебные курсы – курс криптовалютного трейдинга и курс трейдинга на московской бирже. Все наши курсы бесплатные. Также есть бесплатные сигналы. Сигналы для криптотрейдеров и сигналы для фондовых трейдеров. Сигналы по криптовалюте также у нас представлены вверху лаунчера. Раздел «Помощь» включает в себя справочный центр, чат нашего сообщества и прямой контакт с нашей поддержкой. Если у вас что-то будет не получаться, обязательно пишите «Отвечает живой человек». В версиях Сискальп вы можете скачать бета-версию или прошлую версию Сискальп. И также наши реферальные программы. Если у вас еще нет аккаунта на бирже, открывайте аккаунт по нашей реферальной программе и получайте бонусы, а также скидки на комиссии. Переходим на главную и нажимаем «Запустить Сискальп». У нас появляется первое окно – выбора файла лицензии. Переходим на выбор файла лицензии и указываем ту лицензию, которую мы скачали с письма. Идет проверка лицензии, проверка обновлений и далее «Запуск Сискальпа». Далее нам будет предложено задать пин-код. Мы можем пропустить этот шаг и задать пин-код в будущем, либо задать его сейчас. Я пока его пропущу. Отлично. Первый шаг – установка и запуск Сискальп мы завершили. Теперь мы можем изучить интерфейс нашего приложения. Пока все площадки у нас подключены в режиме просмотра, о чем свидетельствует иконка глаза. Это значит, что никакие торговые операции мы совершить не можем. Это сделано для того, чтобы мы могли сейчас в спокойном режиме посмотреть функционал приложения и случайно не совершить какую-то либо транзакцию. Мы можем открыть настройки инструментов, настроить их под себя, также изучить доступные горячие клавиши для торговли. После того, как мы посмотрели интерфейс, изучили его функции, мы можем подключить наши API-ключи и начать торговать. Для этого нам необходимо перейти на сайт биржи. Если у вас еще нет аккаунта на бирже, зарегистрируйте его по нашей реферальной ссылке и получите бонусы и скидки на комиссии. Далее нам необходимо понять, какой у нас тип аккаунта на бирже Bybit. Для всех новых аккаунтов биржа создает единый торговый аккаунт. Если у вас уже был ранее аккаунт на бирже, у вас может быть он быть стандартным. Это надо понимать. Для этого наводим курсор на наш аватар и переходим в активы. И смотрим, если у вас здесь есть надпись единый торговый аккаунт, значит у вас единый торговый аккаунт. Если у вас здесь будет разделено под спот, фьючерсы и так далее, то у вас стандартный аккаунт. Это нам потребуется в будущем, чтобы правильно подключиться к сискальпу. Чем отличается стандартный аккаунт и единый торговый аккаунт? Простыми словами, в едином торговом аккаунте объединили спот и деривативы. То есть нам не надо иметь два разных кошелька и перекладывать активы, если мы хотим торговать на спотовом рынке, и перекладывать активы, если мы хотим торговать на фьючерсном рынке. Это все находится в одном кошельке. В стандартном аккаунте под каждую торговлю есть свой кошелек. Более подробно, что такое единый торговый аккаунт, в чем его плюсы и недостатки, вы найдете по ссылке в описании под видео. Далее мы должны создать наши API-ключи. Переходим в API и нажимаем «Создать новый ключ». Далее API-ключи, созданные системой. Выбираем привязку к стороннему приложению. Выбираем здесь Syscalp. Далее выбираем «Чтение и запись». Ставим единый торговый аккаунт и проверяем, что у нас все разрешения стоят. Если у вас будет стандартный аккаунт, у вас здесь будет написано «Стандартный аккаунт». Здесь будут также контракты, USDC, контракты, SPOT и также вы должны будете проставить галочки на необходимые разрешения. После этого нажимаем «Отправить». Отправляем код на нашу почту и вставляем его в поле. Далее проходим проверку безопасности с приложения Google. Нажимаем «Следующий шаг». Отлично, мы создали ключи. Обязательно скопируйте API-ключ и API-сикрет в какое-то надежное место, где не будет доступа к ним третьим лицам. После того, как вы закроете это окно, API-сикрет восстановить будет нельзя, он будет скрыт. Если вы потеряете, вам необходимо будет создавать ключи заново. Я сохраню ключи в обычном текстовом документе. И нажимаем «Подтверждаю». Как я сказал, API-сикрет мы больше не увидим. Ключи мы создали. Отлично, переходим теперь в Syscalp. Чтобы подключить наши ключи, переходим в «Настройки», «Подключение» и дальше нам необходимо выбрать нужную нам биржу. Мы видим здесь несколько слотов Bybit. Инверсные фьючерсы, Spot, Бессрочные и Юта. Bybit и Юта – это как раз и есть единый торговый аккаунт, который нам сейчас нужен. Но если у вас стандартный аккаунт, вам необходимо подключаться по отдельности. Если вы будете торговать Spot, это Bybit Spot, если фьючерсы – это Bybit Futures. Переходим в «Настройки». Убираем галочку «Только просмотр» и вставляем наши ключи. Закрываем окно и нажимаем «Подключиться». Отлично, мы видим, что статус подключения красился в зеленый цвет. У нас появились первые символы ключа. У нас нет иконки глаза, значит подключение сейчас активно и в готовом боевом режиме мы можем начинать торговать. Также мы видим напротив каждого подключения свой цвет. Это необходимо, чтобы точно понимать, с какого подключения у нас выбраны инструменты. Переходим в «Выбор инструмента». Мы можем кликнуть на «Инструмент», выбрать необходимое нам подключение. В «Едином торговом аккаунте» Spot и фьючерсы, как я говорил, в одном подключении. То есть выбираем его и здесь уже выбираем инверсные фьючерсы, линейные – это и есть бессрочные фьючерсы, либо Spot. Выбираем линейные фьючерсы и выбираем какую-нибудь монету. Кликаем и перетаскиваем в необходимый нам стакан. Также мы можем смасштабировать цены в стакане. Мы либо наводим курсор на стакан, зажимаем горячую клавишу H по умолчанию, у нас появляется режим изменения шага цены, и мы прокручиваем колесико. Тем самым мы увеличиваем масштаб. Либо можно сразу быстро увеличивать с помощью плюса или минуса. В «Финрезе» мы видим доступные наши средства и также результат нашей торговли. В «Аналитике» можем открыть ленту уведомлений, «Вотч-лист» и быстро перейти в сигналы. Сигналы для московской биржи или сигналы для криптотрейдеров. В окне «Сделки» мы увидим все наши сделки. Давайте попробуем совершить сделку. Торговать можно в лотах, либо в долларах. В рабочих объемах мы можем это переключить, кликнуть на лоты, либо доллары. Либо также с помощью горячей клавиши по умолчанию M. Также в рабочих объемах мы можем видеть примерную стоимость нашего объема. То есть если мы торгуем в лотах, мы видим, что 100 лотов примерно это 0,14 доллара. И если мы переключимся на доллары, то есть 50 долларов, это примерно 36800 лотов. Давайте же теперь зайдем в сделку. Выберем необходимый нам объем. Будем минимально заходить на 1 доллар. И дальше. Левая кнопка мыши выставляет лимитную заявку на покупку. Правая кнопка мыши выставляет лимитную заявку на продажу. Если мы кликнем лимитную заявку на покупку в зоне продавцов, мы сразу зайдем в позицию. И то же самое, если мы кликнем на продажу в зоне покупателей. Давайте купим. Я сейчас отправлю заявку по рынку. То есть кликну левой кнопкой мыши в зону продавцов. Как мы видим, мы сразу зашли в позицию. Внизу у нас есть три значения. Это наш пинг. Последние задержки при выставлении и снятии заявок наши раундтрибы. Также мы видим цену входа в позицию. Объем нашей позиции. И здесь мы видим прибыль либо убыток. Мы можем ее переключать. Пункты. В долларах. Либо в процентах. Далее мы можем выставить стоп-лосс либо тейк-профит. Стоп-лосс или тейк-профит ставятся только в том случае, если у нас открыта позиция. По умолчанию горячая клавиша C. Зажимаем ее. И любой клавишей мыши мы ставим стоп-лосс или тейк-профит. Приложение само понимает, какой тип заявки будет установлен. Тейк-профит или стоп-лосс. Также обязательно проверяем, чтобы в настройках, в торговле, размещение стоп-лосс или тейк-профит у нас стояло на сервере. После того, как мы выбрали на сервере, тогда мы можем выставлять стоп-лосс и тейк-профит. И уже не переживать, если у нас будет потеря соединения, либо выключится свет, наши стоп-лосс и тейк-профит сработают, так как они установлены на бирже, а не в приложении. Чтобы экстренно закрыть позицию, можно горячей клавишей закрыть позицию по рынку. Если на стакан, это клавиша D, если во всей вкладке это левый контрол. Также наводим курсор на стакан, нажимаем D, наша позиция закрылась. Переходим в окно сделок, мы видим наши закрытые сделки, наши все сделки, покупка-продажа. Мы можем увидеть открытые позиции, открытые заявки и перейти сразу в дневник трейдера. В окно Finlays мы видим результат за нашу сделку. Также мы можем линковать стаканы и графики, присваивать им цветовые группы. Я выбрал сейчас оранжевую группу для своего инструмента. Мы видим в графике у нас сейчас инструмент эфир. Мы присваиваем ему такую же цветовую группу и у нас инструмент сразу же меняется. Если мы сменим инструмент в стакане, у нас автоматически меняется инструмент и в графике. На этом все. Краткая инструкция как скачать, установить сискальп, как создать ключи API на бирже Bybit и подключить к сискальпу завершена. Более подробные все инструкции будут в описании под видео. Если вы столкнетесь с какой-либо трудностью, обязательно пишите нам в поддержку, мы вам поможем. Также вступайте во все наши группы. Телеграм, Ютуб, Дискорд. Всем профита, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok